Пробивная сила рекламы. Винный магазин продырявил квартиру пенсионеров, живущих на третьем этаже. Звучит невероятно, но это факт. На пятиэтажном доме на улице Октюбинской повесили плакат нового магазина, который в этом доме как раз открывается. Вбивали штыри в стену, видимо, со всей пролетарской ненавистью и в итоге пробили дыры через стену прямо в квартиру. Вот дыра. Еще бы... Это я задвинул немножко. Еще бы миллиметров пять они бы батареи прошивали бы и протопили бы этажи. И меня, и внизу. Вот еще дыра. Обнаружили, что здесь были вывалены кирпичи. Я на фотоаппарат заснял все эти нанесенные мне ущерб. Здесь все на фотоаппарате запечатлено. Зафиксировано. Много было мусора, кочей мусор лежал. Все равно вот здесь. Наверняка и третье отверстие где-то пробитое здесь за стенкой. У меня жену инфаркт чуть не схватил, когда увидели все это. Я до сих пор с кровололом. Вот, может быть, пахнет от меня. И давление вот сейчас с холодной тряпкой лежало. Вот видите, даже вот все, как говорится, бьет. Мы же не знали, какие дыры. Почему дыры? Да дом просверлить. Вы понимаете, вот сейчас бы мне просверлили квартиру. Да, конечно, с ума сойдешь. Вот на стене моей квартиры расположена реклама. При очередной смене этой рекламы я обнаружил пробитую стену у себя в зале. В результате получились и пробили стены насквозь. Дыра-то сквозная. Извините, отопительный сезон начался. Живем на третьем этаже и вдруг, пожалуйста, дыры кто-то пробил. Этот пробивной магазин пока еще только готовится к открытию. Сотрудники о том, к чему привела их рекламная акция, не знают. Это ваша реклама висит? Ну, да. В вашего магазина? Ну, да, конечно. А кто вас там вешал? Ну, этого я тоже не знаю. Тоже не знаете. Что делать теперь? Вот вы как считаете с этим? Не могу сказать. Кстати, семья Борцовых намерена добиваться компенсации от винзавода и обращаться в суд. Спасибо. Спасибо.